Давайте сейчас познакомимся. Например, поднимите руку школьники. Так, хорошо, а теперь поднимите руку студенты. Как интересно, школьники ближе сюда, студенты ближе туда. А, я думал, потому что студентов зрение лучше, а у школьников хуже. Нет, поднимите руку не школьники, не студенты. Отлично, отлично. Ну, в общем, когда я узнал, насколько из разных, так сказать, из разных слоев наше общество будут слушатели, я подумал, что тут как бы должна быть универсальная тема. Одна из универсальных тем называется «Знаменитые задачи математики». Ну, и будет некоторая попури из этих задач. То есть я расскажу про как прорешенные уже задачи, которые будоражили умы долгое время и, в конце концов, были разрешены. Так и про те, которые своих героев ждут. Но предварительно я бы хотел объяснить, что называется смыслы, которыми живут математики, потому что без этого понять совершенно невозможно, что дальше будет происходить. То есть вот если придет какой-нибудь нормальный человек на такую лекцию послушать полчаса, он потом встанет и спросит, а зачем это делать? Вот вы занимаетесь чем? Вы берете, выясняете бесконечное или множество простых близнецов. Вы берете, решаете там какую-нибудь загадку. Какая самая великая загадка в истории человечества? Вот как вы считаете? Кто что скажет? Да. Великая терема фирма. Ты из Питера приехал? Именно. На ласточке? Да. Ради на руках. Круто, круто. Я знаю, знаю. Тут ты не один. А кто из Питера, кстати? Поднимите руку. Два человека или больше? Два, да? Ага. Отлично. Вот. В общем, великая терема фирма, наверное, заслужила название самой великой загадки человечества. Но, допустим, человек, он не в курсе наших всех дел, каких-то математических и вокруг. И вот ему объяснили вот такую формулировку, как в фильме «Математика. Черт», в котором Черту объяснили вот эту формулировку, и он начал пытаться над ней думать. Вот. И человек смотрит на это уравнение, да? Вот это уравнение надо решать, надо решать, да? Надо решать в целых положительных, ну, то есть натуральных числах x, y, z при n больше 2, да? Вот. И теорема фирма, великая теорема фирма заключается в том, что решений нет. Ну и как бы кроме, ну, некой, конечно, эстетики, когда вы особенно долго занимались математикой, вы, конечно, видите эстетику такого уравнения. Но вот кроме этой некоторой эстетики совершенно непонятно, вот, чем надо жить, да, чтобы заниматься всю жизнь решением этой задачи. Но при этом в истории Земли было, я бы сказал, 10 тысяч человек, которые на это положили свою жизнь. Ну, там, плюс-минус, некоторые положили прямо всю жизнь, некоторые занимались долгое время, там, кто-то занимался годами, кто-то, может, пару месяцев занимался и бросил. Но суть в том, что значительное, значительное, заметное количество людей жило смыслом доказательства такой теоремы, да, то есть жило решением какого-то одного уравнения. И если человек имеет практический склад ума, он, ну, совершенно это неприемлемо, да, на старте, но если ему что-то не объяснить дополнительное, он не приемлет таких смыслов в жизни, да, он скажет, ну, мы живем, да, мы, там, мы, ну, если даже он такой человек идейный, человек альтруистический, он говорит, мы живем, чтобы улучшить, там, функционирование социума, чтобы как-то сделать жизнь людей, ну, более спокойной, более, там, комфортной, не знаю, или у него какие-то еще идеи, но в любом случае как-то странно ему видеть, что смысл может заключаться в решении таких задач. Ну, и вот здесь неожиданно оказывается вот информация, да, которую надо будет ему сообщить, что в результате доказательства этой теоремы, которая в 1637 году была сформулирована, а в 1993 или 2004, там, трудно сказать, когда окончательно ее проверили, была доказана полностью, в результате доказательства этой теоремы были очень сильно продвинутые области, некоторые целые области математики, в частности, такая область, как эллиптические кривые. И после того, как эта область была хорошо, очень проработана, стало понятно, как просто, быстро и надежно шифровать информацию. Вы поняли, да, меня, что я хочу сказать? То есть, как сказать, вроде на входе было какое-то уравнение, ну, при чем тут, да? А вот на выходе вот у каждого из вас сейчас в кармане лежит там какой-то прибор или лежит какая-нибудь кредитная карточка, да, у каждого из вас. И она защищена от, ну, там, от посторонних, если даже у вас ее украдут, ее не сразу, ну, там, с третьего раза заблокируют, скорее всего, да, при подборе этого кода. В личные кабинеты никто не войдет, кроме вас, да? Вот это все основано на той теории, которая развилась благодаря великой теореме фирма. И это упрямый факт, с которым просто надо жить. Соответственно, практику должно быть совершенно понятно, зачем было заниматься теореме фирма. Но остается все равно, если честно, вот философски остается вопрос. Ведь люди, которые занимались теореме фирма, они ни о каком шифровании не думали. И люди, которые там изучали системы, например, остатков отделения на простые числа, начиная с того, я стилусом пытаюсь писать на этой доске, начиная там с фирма, продолжая Элером, заканчивая Гауссом, люди всю жизнь тратили на исследование систем остатков отделения на простые числа. Научались работать в этих остатках, доказывали огромное количество теорем про вот эти системы остатков. Ну и, собственно говоря, это вот, когда эту теорию поженили с эллиптическими кривыми и получили шифры. Но когда люди занимались остатками, там даже есть какие-то заявления, очень пафосные, начало 20 века, какой-то из математики говорил, я занимаюсь той темой, которая заведомо не поможет военным, то есть не поможет людям убивать других людей. Я занимаюсь тем, что точно, пусть оно абсолютно бесполезно, но оно точно не будет полезно военным. И вот этот человек, наверное, сейчас переворачивается в гробу, потому что военная наука первый потребитель шифрования, кодирования, и же с ним. И вот это совершенно потрясающе, что в данный момент анализ таких абстрактных систем привел, в общем, к тому миру, в котором мы живем, с той эффективностью очень высокой, которая дала вот эту возможность шифровать информацию. Ну вот и тут важно понимать, что сами математики, решая такие задачи, они все-таки не живут практическими смыслами, как правило, это правда. То есть они видят смысл именно в решении задач. Но, видимо, так все настроено, так все свыше настроено, что это остальному человечеству оказывается нужно. То есть одни люди решают эти задачи, а другие к ним приходят и говорят, слушайте, а вы там вот это умеете? Да-да-да, это мы уже умеем. Классно, я тогда построю сейчас самолет. А другие, слушайте, вы это умеете? О, умеете? Тогда будет готова, ну не знаю, атомная бомба. Или ракета, которая летит в космос. То есть это вот такое интересное соотношение между наукой и практикой. Ну а сегодня, да, сегодня мы занимаемся чисто теоретическими постановками, над которыми люди думали, которые они пытались решать. Ну и в этом плане, когда задача решена, ей на смену приходит какая-то более сложная, над которой начинают думать. А если задача не дается, то она заменяется на, наоборот, более простую. Ну и вот я сейчас начну с двух примеров. Первый, который я сейчас выписал, историю этой загадки. И к чему она сейчас пришла, по стауке ее решили. А вторая будет про простые близнецы. То есть две истории. Одна, когда задача была решена, и что из этого вышло. А другое, это задача, которая не была решена, была заменена на более простую. И вот в какой-то момент такие получились некоторые результаты в этой более простой, которые были вполне себе неожиданны, на самом деле, для нас всех. Ну вот начнем с рассказа про Великую Серема Фирма, такого короткого довольно рассказа. Я мог бы про Великую Серема Фирма целиком прочитать лекцию, но это как-нибудь может быть в другой раз. Сделаем. Значит, началось все с того, что... Так, сейчас... Вот сейчас я должен понять, что мне надо сделать. Куда-то нажать. Вот сюда, да, нажать? А, да, по-моему, сюда. Вот я рисую треугольничек, да? Вот, я рисую треугольничек. Видно, да, треугольник? Ага. Вот. И на нем, на этом треугольнике, я наношу деления. Такие деления. Равные промежутки идут. Равные засечки равные. Равные засечки здесь. И здесь тоже идут равные засечки. То есть, иными словами, существует некоторая единичка измерения, которая целое количество раз укладывается в каждой из сторон прямоугольного треугольника. Вопрос. Первый. Бывает ли так? И второй. Описать все такие ситуации. Ну, давайте первый вопрос быстро все ответят, да? Бывает так? Например, 3, 4, 5. Называется египетский треугольник. Мы в шутку его назвали егепетский треугольник, потому что его формулировка часто используется в задачах ЕГЭ. Он такой самый частый егепетский треугольник. Еще один егепетский треугольник это какой? Не, 6, 8, 10, конечно. Он был бы по форме таким же. А если я нарисовал другие углы, значит, будет неподобно этому. Правда? Да, я намекаю на вот такой треугольник. Он вошел в одну из замечательных задач на соревновании в Майкопе, называемом интеграл по городу, когда бегают и решают задачи. Бегают, значит, и кто больше как бы КП прошел и больше задач решил, тот побеждает. Это у нас уже несколько лет проходит такое соревнование. И вот одна из задач, там очень красиво формулируется, она сводилась вот к такому вот треугольнику. Вот, значит, отлично. Отлично. Вопрос описать все. Ну вот уже данная формулировка, да, она, ее нужно как бы в каком-то смысле понять, потому что ясно, что всех бесконечное количество, да. То есть, ну, например, хотя бы из 3, 4, 5, получается 6, 8, 10, получается 9, 12, 15, ну, и вообще, получается, любое кратное 3, любое кратное 4, любое кратное 5, в смысле одинаковые кратные 3L, 4L, 5L, конечно, будет всегда решением. Ну, мы, наверное, первым делом оговоримся, что мы будем вот такое решение с таким отождествлять, то есть мы будем искать треугольники с точностью доподобия, если мы нашли один какой-то целочисленный треугольник, да, прямоугольный, то после этого мы взяли в серии подобных ему минимальный возможный целочисленный, и все остальные будут кратны ему, это как бы, ну, фактически это там что-то вроде основной теории арифметики. Но интересно описать все именно с точностью доподобия, и все равно их, на самом деле, бесконечное количество, и поэтому речь идет о том, что нужно их какими-то параметрическими тождествами задать. То есть, что вот вы мне даете какими-то два произвольных параметра, ну, с какими-то заданными условиями, и я выписываю формулу, и мы подставляем, получаем прямоугольный треугольник с целыми сторонами. Поднимите руку, кто знает эти формулы, мне просто интересно понять. Так, ага, ты точно знаешь. Ты скромности не поднимаешь. Не знаешь? Ладно. Тогда я их выпишу. Значит, есть там несколько способов их получения. Но вообще, на самом деле, давайте проведем, давайте встряхнемся, да, проведем анализ. Значит, формулы эти были известны еще древним индусам. То есть, это было известно 3000 лет назад. Но древние индусы, вроде как, там не было понятия доказательства. То есть, они рассматривали эти формулы, как формулы, продиктованные им, ну, какими-то сверхгуру, да, но вот они пришли, показали, вот, вроде проверяем все так. Никто не парился вопросом, почему все треугольники могут, ну, почему, как бы, таким образом получается любой прямоугольный треугольник с целыми сторонами. Они этим не интересовались, вот у них были формулы, они остались до нас. Вот, значит, дальше в какой-то момент появилось, значит, учение древнегреческой математики появилось, Пифагор, Евклид. Ну, вроде как, Пифагор вот умел уже строгое выводить, примерно так, как мы сейчас выведем. Потом Диафант эффектнейшим образом вывел через то, что мы сегодня назовем геометрию. Вот, ну, я давайте расскажу. Вывод Пифагора, заодно, как бы, мы немножко сверим часы, да? Ну, прежде всего, если у нас действительно есть такой треугольник, не очень хорошо пишет, да? Ну, или я слишком быстро пишу. То, каким соотношением связаны стороны? Теоремой Пифагора. Отлично. Значит, аналитически мы говорим о том, что мы ищем решение такого уравнения, что сразу напоминает нам написанную теоремой Ферма, да? Значит, так, хорошо, мы ищем решение такого уравнения в целых числах, причем мы ищем с точностью доподобия треугольника, то есть, как это, кто мне из зала скажет, как это правильно, какая вероятность того, что вы порекомендуете вайтборд друг другу или коллегия. Ну, честно, довольно низкая, такая доска более удобна для работы, но тем не менее, зато и это видно на весь экран. Так, итак, кто готов сформулировать арифметический аналог того, что мы ищем в каждой серии подобных друг другу целочисленных прямоугольных треугольников, самый маленький? Да. Отлично. Так, как тебя зовут? Дима. В каком классе? Все правильно. Значит, молодец. Это именно так. Значит, это означает, что мы ищем взаимопростые решения. Но понятия взаимопростые бывают двух типов. Бывает, что три числа в совокупности взаимопростые, а бывает, что попарно. В данном случае что из этого мы ищем? А? Да, ну, мы ищем в совокупности, но, если честно, то в данном случае из этого следует и попарное. Почему? Потому что, предположим, что, например, B и C имеют какой-нибудь общий делитель. Если имеют какой-то общий делитель, то имеют и простой общий делитель, правда? Ну, значит, обозначим его за P, и тогда получается, что A квадрат плюс что-то, делящееся на P, равно чему-то, делящемуся на P. Что из этого следует? Следует, что A квадрат делится на P, а раз P простое, из этого следует, что A делится на P. То есть из того, что два числа имеют общий делитель, следует, что они все три в совокупности его имеют, то есть они не взаимопростые в совокупности. Поэтому в данной ситуации неважно, ищем ли мы так или так, потому что в силу вот этой вот теоремы Пифагора, в силу этого уравнения взаимная простота в совокупности эквивалентна, логически эквивалентна попарной взаимной простоте. Отлично. Итак, давайте искать попарно-взаимно-простые. Теперь давайте изучим ситуацию, связанную с четностью и нечетностью. Какие здесь могут быть варианты, если эти числа попарно-взаимно-простые? Смотрите, раз они попарно-взаимно-простые, значит… Так, значит, да, начнем с того, что два четных быть не может, потому что это уже означает делимость на два. Так, хорошо. Соответственно, четных не больше одного. Предположим, что все три нечетных, тогда внимательно посмотрим на это равенство. Ну да, если все три нечетных, это противоречие, потому что нечетные плюс нечетные же должны давать четные. Этим мы доказали, что все три нечетными быть не могут. А до этого мы поняли, что два четными тоже быть не могут, даже два, по крайней мере, два уже не могут. А значит, у нас четное ровно одно, правда? Хорошо, теперь вопрос. Какое оно? Я утверждаю, и это немножко более тонкое утверждение, что С нечетно. А, соответственно, из АБ одно четно, другое нечетно. Там уже не важно, там понятно, что это перемены слагаемых. Так, почему это так? Поднимите руку, кто умеет объяснять. Я понял, Дима, объясняй. Конечно. Олимпиадах участвуешь? Нормально все там? Давай, удачи, молодец. Значит, итак, это такой стандартный олимпиадный прием. Мы смотрим остатки по модулю 4 у числа, который является квадратом, да, то есть квадратом кого-то числа. Какие числа будут? Четные и нечетные. Четные – это 2 умножить на L. Если четное число воззвести в квадрат, получится 4L квадрат. То есть делится на 4, правда? То есть имеет остаток отделения на 4, равный нулю. Так, а нечетные какой имеет вид? Четные плюс 1, да? 2, к, прибавить 1. Если мы его возведем в квадрат, что получится? Так. Какой остаток дает это определение на 4? 1. По секрету могу сказать, что нечетное число в квадрате дает остаток 1 даже при делении на 8. Потому что вот это вот то, что там слева написано, это 4K на K плюс 1. 4 умножается на заведомо четное число K на K плюс 1. Потому что из двух чисел соседних одно будет четным. Поэтому даже определение на 8, но уж точно определение на 4. То есть мы поняли, что у квадратов чисел бывает только два вида остатков при делении на 4, правда? 0 и 1. А 2 и 3 никогда не встречаются. Тогда получается, что вот здесь 0 или 1. ой, ё-моё, так. Теперь я совершил противоположную ошибку и написал на этой доске обы этим фломастером. Так. 0 или 1 здесь? 0 или 1 здесь? Какие варианты для C квадрат? Ну да, то есть как бы здесь не может быть 2 нуля, потому что этот случай мы исключили взаимной простотой. Поэтому в сумме будет 1 или 2. Но 2 не бывает, потому что квадрат не умеет давать 2, а 2 при делении на 4, правда? Значит, на самом деле здесь стоит 1. И цене чётное, что и требовалось доказать. Что если бы было чётным, было бы 0. Так, так. Теперь поднимите руку для тех, кто хотел, чтобы я ускорился. Всё понял, всё. Перед теми, кто сейчас поднял руку, я извинюсь, и мы сохраним ту скорость, которая сейчас имеется. Хорошо? Я так всегда нащупываю в начале, с какой скоростью идти. И потом смотрю по подавляющему большинству. Хорошо. Тогда у нас есть, ну, тогда, по крайней мере, мы уже сделали вывод, да? Сделали вывод о том, что нечётным заведомо является число C. Ну и, соответственно, также одно из этих двух. Ну тут уже совершенно не важно какое. Потому что их можно поменять местами. И, соответственно, можно считать, что первое чётное, второе нечётное. То есть вот в этом равенстве у нас первое число чётно, да? Второе, это я А обозначил за 2L, потому что оно чётно. Второе нечётное, но я сохраню его в исходном виде. И третье тоже нечётное. Согласны? Теперь перенесём B квадрат направо. И получим 4L квадрат равно чему равно? Так. А это что? Так. Вот так, да? Так. Ну и, наконец, это означает, что L в квадрате равно C минус B пополам умножить на C плюс B пополам. А чё это я так бодро делю? Мы же в целых числах работаем. Чё я так бодро делю? Там оба числа нечётные? C и B, правильно? А значит, разность чётная и сумма чётная. Разность нечётных чётная и сумма чётная. Значит, поделить на 2 можно, и речь идёт о целых числах. Вот эти два числа являются целыми. Теперь следующий вопрос. Каков наибольший общеделитель вот этих двух чисел? Так. Нод. Надо посчитать нам нод. Так. Равен чему? Какие будут версии? Единицы, да? Единственная версия. Ну тогда давайте докажем эту версию. Она верная, да? Это верное предположение. Итак, почему же нод равен единице? Давайте снова перейдём на ту. А, ой, её уже отодвинули. Но я, значит, будем плясать то туда, то сюда. Всё-таки, конечно, гораздо удобнее обычная доска, но она хуже видна, да? Ну давайте, чтобы как бы... Сейчас вот эта деталь, да? Вот это доказательство мы сейчас проведём, потом вернёмся туда. Итак, как доказать, что наибольший общий делитель равен единице? Надо предположить противоположное утверждение, что он не равен единице. Тогда он является положительным натуральным числом. Но в этом случае у этих двух чисел имеется и простой какой-то делитель, да? То есть если у них есть какой-то делитель больше единицы, то тогда у этого какого-то делителя есть простой делитель. Ну и по какой... Почему мы это говорим? Потому что есть очень важный универсальный принцип. Делитель моего делителя... Мой делитель, совершенно верно. Делитель моего делителя — мой делитель. Поэтому если у этих двух чисел есть какой-то делитель, у этого делителя какой-то делитель и так далее, мы в конце концов дойдём до простого делителя, но он, как мы говорим, по трагитивности, Будет делителем и всех вышестоящих в иерархии. И, соответственно, это будет означать, что существует простое число, такое, что c минус b пополам делится на него, и c плюс b пополам тоже делится на него. Так, а вот теперь нужен некий олимпиадный прием. Какой? А? А, не, проще. Проще, совсем школьный. Давайте их сложим. И вычтем. Если два числа делятся на p, то их сумма тоже делится на p, правда? А разность тоже делится на p. То есть, если два числа можно набрать горками по p, то и сумму тоже, естественно, можно набрать горками по p. И разность можно набрать горками по p. Так, хорошо. Тогда чему равна сумма двух чисел c минус b пополам и c плюс b пополам? Да, значит, это делится на p. А разность, вот отсюда этого читаем, b, очень удобно, правда? У этих чисел сумма и разность равны, соответственно, c и b. Видите, да? Не нужно там более подробно. Вот. Но это что означает? Противоречие с изначальным предположением. Мы ищем взаимопростые решения. Противоречие. А следовательно, мы действительно можем заключить, что нода равен 1. Так, следующий шаг, который мне необходим, это основная теорема арифметики. Так, поднимите руку, кто знает, что это такое. Значит, основная теорема арифметики. Сейчас я сформулирую, потом спрошу еще раз. Поднимите руку, кто как бы знал, но не знал, что она так называется. Это утверждение, что любое натуральное число единственным образом представляется в виде произведения простых. Ну и если их сгруппировать, то будет вот такое произведение, где все простые, вот эти различные, можно их упорядочить в порядке возрастания, и тогда вот такое разложение у каждого натурального числа будет единственным. То есть любое натуральное число можно полностью разложить в произведение простых чисел. Это первое. Потом можно, соответственно, их собрать в группы одинаковых и поставить степень. Это второе. И третье, что самое интересное и достаточно сложное, на самом деле, теорема, состоит в том, что у каждого натурального числа такое разложение единственным. То есть однозначно эти числа и степени однозначно определяются натуральным числом. Теперь поднимите руку, кто на самом деле знал это утверждение, но не знал, что называется основная теорема арифметики. Это уже лучше, да, то есть это уже как бы, это хорошо, да. Значит, остальные это прям вот в обязательном порядке, друзья. Значит, это одиннадцатый по пятнадцатый уроки, цикла 100 уроков математики в моем исполнении в интернете, вот, для того, чтобы... Там конспект, упражнения, все есть, на сайте Дети и наука. Найдите Дети и наука Саватеев, там, значит, найдете соответствующий курс, возьмете с одиннадцатого по пятнадцатого уроки, аккуратно пройдете. Главное, не потеряйте мотивацию, да, прямо вот от начала до конца, урок за уроком, проработаете, просмотрите видео, проделаете упражнения и разберетесь, если какие-то видео будут сложные, там, где идет доказательство, это не очень просто на самом деле, вы прямо проработаете целиком. Вот, вместе с доказательством, вместе со следствиями там. Так что вот такая вот теорема. Давайте ей воспользуемся и разложим число L на множители. Давайте разложим. Будет, ну, там, какой-то Q1, давайте, может, другой цвет выберем для веселья. Так, значит, пусть L, так, не слишком мелко, ну, нормально, сразу крупно получается, равно Q1 в степени, там, гамма-1, Q2 в степени гамма-2, так далее, Q, ну, K в степени гамма-K. Вот я разложил, L. Скажите мне быстро, чему тогда равно, ой, L квадрат? А? Да, все степени удваиваются, правда? То есть квадраты чисел, очень важное, между прочим, замечание. Квадраты чисел это те и только те натуральные числа, в разложении которых все степени у простых четные. В обратную тоже очевидно, потому что можно поделить каждую степень пополам, и это как раз то число, которое при воздействии в квадрат дает исходное. То есть мы как бы с помощью основной теоремы арифметики можем сформулировать альтернативное такое, как бы, описание квадратов, да, критерий того, что такое квадрат. Квадратом являются те и только те натуральные числа, в каноническом разложении которых по степеням простых все степени простых являются четными. Нормально? Договорились, да? Хорошо, продолжим. Теперь запишем, что справа у нас... Так, а есть ли синий какой-нибудь тут? Вот есть какой-то узорчатый такой, сейчас посмотрим. Значит, мы пишем, что... Вы помните, да, чему равно l квадрат? Вот это число умножить на вот это число, правда? Да? Помните это? Теперь внимание. Вот теперь как бы самое большое внимание. Самое большое. Я утверждаю, что в каноническом разложении двух чисел справа стоят целиком группы, вот такие, q1, например, в степени 2 гамма 1, либо целиком в разложении c минус b пополам, либо целиком в разложении c плюс b пополам. Почему? А почему, например, вот не было бы так, что, скажем, q1, допустим, это двойка, не знаю, восьмой степени, да? Вот слева двойка восьмой степени. Справа, пусть, например, c минус b пополам делится на двойку в третий, а c плюс b пополам на двойку в пятый. В чем проблема? Правильно, потому что они взаимопростые, и они не могут одновременно делиться на эту двойку, либо одно делится, либо другое. И так с каждой группой, то есть каждая группа, вот эта вот q1 в степени 2 гамма 1, она целиком сидит, целиком сидит внутри разложения c минус b пополам, либо целиком сидит внутри разложения c плюс b пополам. Но не распределена между ними никаким, даже очень неравномерным образом, только вся группа в одном месте и ничего в другом. Кто может сделать из этого далеко идущий вывод? Поднимите руку и сделайте. Дима? Можешь сделать далеко идущий вывод? Но давайте постепенно к этому выводу придем. Итак, в разложении c минус b пополам присутствует некоторое количество вот этих групп, в разложении c плюс b пополам присутствуют все остальные группы из левого разложения. Никаких других простых чисел быть не может, согласно основной теории арифметики. То есть мы фактически знаем, что чтобы получить разложение на множители, каноническое, чисел c минус b пополам и c плюс b пополам, нам нужно просто повыхватывать слева несколько групп для c минус b пополам и несколько групп для c плюс b пополам. Так. Нам нужно сделать очень далеко идущий вывод. Молодцы! Первый, второй. Это означает, что в разложении на множители c минус b пополам и c плюс b пополам все степени простых четные, потому что в исходных группах они все четные. Понятно? Так. Поднимите руку, кому теперь понятно. Так. Так. Нормально, нормально, нормально. Давайте. Значит, еще раз. Что произошло? Смотрите, мы первым делом разложили l на множители. Просто согласно основной теории арифметики, канонически его разбили в произведение групп простых чисел. Потом мы заметили, что l квадрат — это же удвоенные степени. То есть будут в разложении все четные вот эти степени, все четные. Дальше мы заметили, что так как эти два числа справа взаимно простые, то ни одна группа между ними не может раскидаться. Справа должно быть то же разложение, что и слева, иначе нарушается основная теория арифметики. Значит, справа на самом деле те же самые группы. Но вопрос, а почему? Почему бы не могло быть так, что какая-то группа частично здесь, частично здесь. Но мы уже поняли, почему. Это нарушит немедленно их взаимную простоту. Хоть одна группа, если разобьется между ними каким-то образом, тут же они, значит, оба делятся на это простое число и перестают быть взаимно простыми. Так как мы узнаем, что они взаимно простые, то этого не может быть, а значит, каждая группа целиком сидит в одном из них. Ну, из этого следует, что разложение для каждого из них содержит только четные степени. А из этого следует, что каждая из них квадрат. Потому что те числа, которые имеют только четные степени в разложении, это как раз квадраты. Так, поднимите руку, кто понял? Ну, отлично, более-менее, уже более-менее. Значит, и так, c минус b пополам, пишу я, равно какому-то n в квадрате. А c плюс b пополам равно какому-то m в квадрате. К тому же n и m, очевидно, взаимно простые, да? n и m, очевидно, взаимно простые. Вот, n и m взаимно простые, иначе бы c плюс b пополам и c минус b пополам были не взаимно простые, да? Если бы m и n были общей множественной. Так, значит, пишу нод mn равен 1, но тут не вмещается, но ладно. Так, и последний ход. Последний ход. Сложим и вычтем, правда? Сложим и вычтем. Что такое c? Ой, стоять, стоямба. Так, c, как мы помним, это сумма чисел c плюс b пополам и c минус b пополам, да? c плюс b, то есть сумма чисел m квадрат и n квадрат, а b разность. Ну и по смыслу построения, так как они все положительные, то m должно быть больше n, естественно. И еще одно условие, которое можно вывести про m и n. Они взаимно простые и еще чуть-чуть. Помните, c и b должны быть взаимно простые. Чуть-чуть еще. m и n не могут быть одновременно нечетными. Например, 7 и 15 взаимно простые. Но если бы m и n были 7 и 15, то c и b оба были бы четными. И опять нарушилась бы взаимная простота. То есть на самом деле m и n не только взаимно простые, они еще и разные четности. Одно четное, одно нечетное. Ну а тогда давайте вспомним, да, чему было равно l. Вот у меня тут было, у меня где-то написано или нет было, помните, как l. l квадрат было равно c минус b пополам на c плюс b пополам, да. И мы их назвали n и m в квадрате. Так, значит, l чему равно? Да, l равно mn, а а, я напоминаю, что а это 2l, да, то есть 2 mn, да? 2 mn. Поэтому у нас получилось вот так, что c равно сумме квадратов, b равно разности, а равно удвоенному произведению исходных чисел. При этом mn, взаимно простые, разночетности, довольно просто доказать обратное утверждение, что если мы возьмем любые m и n, взаимно простые, разночетности, то получится тройка взаимно простых чисел, удовлетворяющих уравнение Пифагора. Проверять будем или надо? Просто подставить, нужно просто подставить, проверить очень легко. m квадрат минус n квадрат возвести в квадрат, прибавить 2 mn, возведенное в квадрат, это как раз m квадрат плюс n квадрат, возведенное в квадрат. Потому что и тут, и тут будут четвертые степени со знаком плюс, здесь минус 2 m квадрат n квадрат, здесь плюс 2 m квадрат n квадрат. И как раз компенсирует их 4 m квадрат n квадрат, которые тут прибавляются. То есть идея такая, что вот если вам, как индусам, кто-то с небес принес вот эти формулы и сказал, вот вам формулы, применяйте, и у вас будут пифагоровые треугольники, то есть треугольники прямоугольные с целыми сторонами. Вы скажете, спасибо большое, да, мы даже можем проверить. А потом робко спросите, а почему все пифагоровые треугольники со взаимопростыми сторонами описываются такими формулами? А он скажет, это не твоего ума дело, это мы тут высшие там где-то божественные канцелярии умеем доказывать, а ты доказывать не должен. Это вот индусам так. А вот пришел пифагор и сказал, а мы можем это доказать. Мы, люди, можем приоткрыть этот ларечек и доказать. Пифагор принес понятие строгого рассуждения, математика, кто-то объяснял, что это очень близко к слову доказательства по смыслу, то есть математика это проведение строгих рассуждений. Пифагор пришел и сказал, да нет проблем, вот вам, пожалуйста, полный вывод. Все, любой прямоугольник-треугольник мы строго вывели, что задается этими формулами. Вот это знаменитые формулы индусов, которые впоследствии пифагор строго доказал, диафант еще красивее доказал. И вот это ответ на вопрос, почему в исходном уравнении n было больше 2 в исходном вот этом уравнении? x в n плюс y в n плюс z в n. Почему теорема Ферма утверждала отсутствие решений при n больше 2? Потому что при n равно 2 решения существуют. И более того, при n равно 2 мы знаем просто полное описание этих решений. Так, ну хорошо, что дальше произошло? Дальше произошло следующее. Диафантов Трут вместе с очень красивым выводом этой же формулы через идею геометрии попал спустя 16 веков в руки Пьера Ферма. Он его читал и оставлял на полях комментарии. Рядом с этими формулами было написано. В то же время никакой куб не является суммой двух кубов, никакая четвертая степень не является суммой двух четвертых степеней. И вообще никакая данная степень числа не может быть разложена в сумму двух таких же степеней. Я, пишет он, нашел этому поистине удивительное доказательство, но поля этой книги слишком узки, чтобы его вместить. Ну и вот это было в 1637 году. И это ознаменовало старт величайшего поиска в истории человечества, который завершился на наших глазах. Я могу вам сказать, как. В 93-м году появился Эндрю Уайлс, который до этого 7 лет жил в деревне, и все говорили, что он бросил науку. Гениальный аспирант Эндрю Уайлс бросил науку, куда-то исчез, куда-то исчез. Друг, значит, появляется и говорит. Сейчас я вам кое-что интересное расскажу, но пока не скажу, что. И три лекции читает. В конце третьей лекции все встают, в зале куча журналистов, потому что уже в конце второй лекции многие понимали, к чему идет все. И, в общем, завершает доказательство великой теоремы фирма. Но нет истории, значит, нет бочки меда без ложки дегтя. В этом доказательстве находят ошибку. И это, да, это отдельно. Я не знаю вообще, как он не сошел с ума, когда это было обнаружено. То есть, представляете себе, что человек посвятил этому всю жизнь, он в 10 лет узнал формулировку, и он как-то вот знал, что он будет тем человеком. Он всегда это знал. Он всегда занимался только одним. Он думал только про великую теоремы фирма. Он к ней шел с 10 лет до, значит, вот этого вот своего великого подвига. И тут у него доказательства находят ошибку. Ну и как бы довольно быстро все... До этого было очень много раз, когда сообщили, что кто-то ее доказал, и очень быстро находили ошибку. То есть, этот случай не получил большого резонанса. Это было в 93-м году какой-то всплеск. Я, например, в 93-м даже об этом не слышал. Потому что очень быстро нашли, ну и как бы, ну и все. И похоронили. И тут, вот в 93-м, в июне, да, а потом, потом, они ее исправили. И там была, значит, ситуация такая. В Москве была война. Парламент бомбили. А у нас была лекция по... Ой, какой-то семинар шел на Мехмате, мы все собрались у окна. А Мехмат МГУ находится на высокой горе, Воробьевы горы. Да еще на 13-м этаже. И там идеальная картина, вот прямо идеальный, это самое, панорамный вид на столицу. И там, значит, бабах, это бомбят белый дом. И мы все там как, ну, прильнули. И тут входит семинарист и говорит, бросьте эту ерунду. Случилось величайшее событие в истории Земли. Мы все вернулись. Какое событие? Доказана великая терема фирма. Мы говорим, да ладно, сегодня не 1 апреля, не надо шутить. Сегодня 3 октября, не шутите, да? Я не шучу, говорит. Все. Точка поставлена. Да? То есть, как сказать, в мире математики какая-то там война какого-то Ельцина с каким-то парламентом, ну, не может значить ничего по сравнению с тем, что доказана великая терема фирма. Просто чтобы понимать, как, какими смыслами, да, живут люди в этой науке. Ну, вот, после этого, значит, соответственно, все это проверили. В конце концов, когда уже там сотни чисел знали, что доказательство верное, в 2016 году, если я не ошибаюсь, он получил премию Абеля за это достижение. В 15-м или 16-м, честно, точно не помню, но, в общем, очень сильно позже, чем доказал. Вот. Ну, и возникает вопрос, что вот для многих людей, да, это была такая путеводная звезда. Ну, я вот помню свое детство. Вырасти, докажи терема фирма. Это говорили каждому ребенку в школе, да, на математике. Вырасти, тогда знали все, все дети, даже те, кто математикой не был связан. Половина детей Советского Союза точно могло спокойно сформулировать. Ну, вот, конечно, доказывать это не все собирались, но это был такой, как бы, мотиватизионный фактор. Вот вырастешь, докажешь великую терема фирма. И вот он уже исчез, его теперь нет, да. Что делать? Ну, надо, конечно, придумать какую-нибудь формулировку, которая была бы еще более крутой. Ну, какие здесь варианты? Здесь есть разные варианты. Можно, например, попытаться написать разные степени. x степени a плюс y степени b равно z степени c. Ну, а, b, c, естественно, больше единицы, понятно. И там еще надо просить, чтобы там в целом они были и больше двойки тоже, потому что 11 в квадрат плюс 2 в квадрат равно чему? Кто быстро считает? То есть? Да, то есть на самом деле вот так просто взять и перенести не получится. Нужно что-то там, например, написать, чтобы они все были больше трех, ну или что-то похожее. Вот, есть там какие-то варианты заменить какие-то другие трехчленные тождества. Но вот самое общее утверждение, которое и стало заменой великой теоремы фирма, пришло ей на смену, состоит в следующем, что вообще в ситуации, так-так-так-так-так, опять я совершаю ошибку с экраном, в ситуации, давайте я сейчас сформулирую это, сформулирую это не строго, потом объясню строго, хорошо? Значит, в ситуации, когда А плюс Б равно С, для взаимно простых, опять же, неважно попарно или в совокупности, потому что в силу этого условия очевидно, что опять будет эквивалентно. Попарно взаимно простые или в совокупности взаимно простые. Для взаимно простых А, Б, С натуральных, то есть положительных целых чисел. Ситуация А плюс Б равно С не может быть слишком высоких степеней в разложениях на простые множители. Ну вот как те вот, П1 степени альфа-1 и так далее, ПР степени альфа-Р и вот для Б и С тоже. То есть идея следующая, что если у нас есть два числа, которые выглядят как какие-то высокие степени, например, 2 в 13 на 11 в квадрате, допустим, на 17 в кубе, прибавляем сюда, я сейчас от балды говорю, там, 101, не знаю, в 5, например, умножить на 2017 в кубе, и вот то, что мы получим, да, вот это число Н, и начнем его раскладывать на множители, то окажется, что там очень много отдельно взятых простых. Какие-то степени могут быть, но в целом очень много отдельно взятых по одному, взятых простых чисел. То есть вот эти степени не могут быть тоже, то есть не может быть что-то в духе, что это еще и 7 в 17, например, на 37 в 5. Ну, я сейчас написал произвольно, я просто хочу пояснить, грубо говоря, чего не бывает, согласно гипотезе АБЦ, чего не бывает. Не бывает, что сумма двух чисел натуральных, каждая из которых раскладывается на простые, такими солидными группами высоких степеней равно третьему числу, тоже раскладывающимися на простые, солидными группами высоких степеней. Понятно, что это обобщает великую теорему Ферма. Великая теорема Ферма, все степени делятся на Н, то есть будут солидные. А здесь делается очень далеко идущее обобщение. А это обобщение называется гипотеза АБЦ. Точная ее формулировка. Точная ее формулировка. Ну, хотите сломать мозг? Тогда я сформулирую точную формулировку. Да. Так, давайте в щадящем виде и потом в жестком. Хорошо? Вначале в щадящем, потом в жестком. Значит, щадящая формулировка гипотезы АБЦ. Да, и щадя... Боже! Вы можете только просматривать или сохранить историю активно. О! Прыг-скок. Так. Значит, и для щадящей, и для жесткой мне понадобится некоторая концепция. Давайте я вот сейчас ее... Все-таки я... Вот это вот... Да, вот такая доска так не может поступить, да? Так, давайте сотру великую теремофирма, сотру ее и напишу здесь в виду некоторое понятие, которое упростит понимание гипотезы АБЦ, ну и в целом является очень важной концепцией в теории чисел. Понятие радикала натурального числа, радикала. Вообще, надо сказать, что в математике есть целый ряд терминов, которые в жизни тоже употребляются. Например, группа, да? В математике есть концепция группы. А в жизни есть группа листов по предварительному сговору, например, да? Потом, значит, есть в математике кольцо. Ну, у нас тут разные кольца, там, не знаю, для танцев обручальные кольца, да? А в математике кольцо. Дальше. Идеал. В математике есть понятие идеал. Это некоторое подножство кольца с какими-то свойствами. А идеал, высокие идеалы, там, да? Порушил высокие идеалы, там, или что-то такое. Потом поле. Поле. Что такое поле? Ну, поле, да, сжатое поле, да? В чистом поле. Пошел в чистом поле, вот. А оно оказалось полем остатков отделения на простое число, да? Пошел гулять по полю, а оно в поле остатков. Ну, то есть у нас как бы тело, тело, есть понятие тела в математике. Это поле, в котором умножение и деление не коммутативные. Вот. И вот есть понятие, есть понятие радикал. Да, модуль еще есть, модуль у ракеты есть, модуль у нас в математике есть модуль. Да, есть понятие радикал. В жизни это означает человека с какими-то экстремальными взглядами, да? А вот в математике радикал это вот что такое. Значит, пусть n, натуральное число, больше единицы. Ну, для единицы тоже радикал определяется, он равен единице. Но для большего, значит, можно дать универсальное определение. Значит, что такое n? Мы первым делом разложим его вот этим каноническим образом, да? Радикал будет определяться через каноническое разложение числа n на множителе. Но так как у числа n ровно одно каноническое разложение, согласно основной теории альфметики. То и радикал числа n ровно один. Так вот, если n вот так вот записано, то тогда радикалом числа n называется произведение простых, входящих в его разложение строго по одному разу. Понятно, да? Давайте, если понятно, давайте немножко поупражняемся. Давайте пока, значит, это бесконечная же доска, да? Можно сколько угодно туда убирать. Все уберем. Вот, значит, да поупражняемся с радикалами. Так, радикал числа 7. Чему равен? 7, потому что у 7 разложение на простые множители такое. 7 равно 7. Как у любого простого числа. Значит, радикал любого простого числа равен ему самому. Ну, однако, радикал, скажем, числа 15, чему равен? 15, потому что 15 раскладывается как 3х5, никаких степеней отличных от первой нету, поэтому ничего не надо делать. Вот, ну и, соответственно, вообще радикал n равен n тогда и только тогда, когда, как мы говорим, n свободно от, Дим, от чего? Молодец, от квадратов. Вот, свободно от квадратов, значит, не делится на квадрат ни одного натурального числа большего единицы. Не содержит никаких, или что то же самое, в разложении на простые множители не содержит степеней выше, чем один. Вот, хорошо, ну а радикал там, ну-ка, быстро, кто быстрее всех? Радикал 48. Молодцы, быстро. Кто-то быстро считает очень. Радикал 48, раньше степеней. Так, ну вот теперь с концепцией радикала мы можем сформулировать щадящую, щадящую формулировку гипотезы АБЦ. Щадящая. Пусть А плюс Б равно С, где АБЦ принадлежат n и взаимно простые. Как уже я отметил, взаимно простые в совокупности либо попарно не имеют значения, потому что из-за равенства А плюс Б равно С, если они будут иметь какой-то общий делитель 2 из них, то все 3 тоже будут иметь общий делитель. Так, а там кулер, да? Или он пустой? Пустой. Так. Оксана, ничего? Спасибо. Это она быстро кончилась. Вода. Вот, значит так, пусть А плюс Б равно С, где АБЦ натуральные и взаимно простые. Тогда С меньше радикала числа АБЦ, возведенного в квадрат. То есть, иными словами. Вот я тут стер тот пример, но вот в том примере, когда были высокие степени, да, это было не так. Потому что, когда я степени снимаю, записываю обычные простые, число сильно-сильно падает. И вот каждый из них трех сильно упало, а С где-то там в небесах. Вот, то есть, как бы сказать, вот идея, что, это как раз та самая идея, что радикал числа АБЦ, произведения всех трех, не очень сильно снижается по сравнению с самим числом АБЦ. Ну, С, это ясно, что меньше самого числа АБЦ, да, мы еще и на А и на Б умножили. Ну, вот здесь утверждается конкретная информация, что ни одной на свете не существует тройки чисел, таких, что сумма двух из них равна третьему, так, чтобы при этом вот это большое число С оказалось больше квадрата произведения простых, входящих в разложение числа АБЦ. Ни одной такой ситуации нейтральных чисел пока компьютер не обнаружил. Ну, он ищет, 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 но... А? Нет, нет, тут можно поставить 1.6299 вместо двойки вот здесь. Но сейчас я перехожу уже к жесткой формировке, да? К жесткой. Значит, ну что, готовы к жесткой? Поехали. Значит, строгая, жесткая, она же строгая. Давайте черным, потому что она страшная. Строгая. Спасибо. Ага. Если вдруг, ну... Я выпиваю примерно 5 литров в день жидкости. Ну, это само собой, это не то, что какие-то диеты или что-то, просто так получается. Строгая формулировка... Гипотезы А, Б, Ц, А, Б, Ц, гипотезы. Так, она звучит так. Оксан, до скольки, до 17.30 примерно мучить можно людей? Можно, ага, отлично. Так, строгая формулировка гипотезы А, Б, Ц. Давайте я то же самое повторю, пусть... А, плюс... Не, я не буду повторять. Так, а можно ли стереть вот так, да? О! А вот это прикольно. Смотрите. Чик. Чик и нет. Самый селастик. Эластик, да? Еще, видимо, я подчеркнул, как бы не очень ровно, оно само сделало ровно, да? Так, и так. Так, ну, я вас немножко огорчу, что начинается она вот с такого... С такого, да. Для любого и опсима больше нуля, а? О, кого-то уже рвет, я слышу, в зале. Вот, двое уже даже вышли при виде для любого и опсима больше нуля. Так. Итак, для любого и опсима больше нуля существует конечное, нет, только конечное число. Троек чисел А, В, С со свойством А плюс В равно С натуральных взаимно простых. Ну и нужно добавить каких, да? Каких? Таких, что С больше радикала А, В, С в степени... Кто угадает какой? А, кто сказал один плюс Эпсилон? Учительница математики. Угадал? Анализа. Да, ну, тем более, конечно. Вот кто мастер Эпсилонов, видите? Вот. Да, совершенно верно, вот она. Значит, перед вами абсолютно уже строго, без дураков, без, значит, каких-то этих самых костылей и подпорок. Это строгая формулировка самой великой арифметической гипотезы сегодняшнего дня. Это ровно та гипотеза, которая пришла на смену гипотезы А, В, С. Итак, какой бы Эпсилон мы ни взяли, даже прям очень-очень мелкая, какой бы Эпсилон мы ни взяли, ну, там, для тех, для кого язык матанализа тяжеловат, представьте, что Эпсилон, например, 0.001, да, одна тысячная. Ну, вот, берем одну тысячную, да, и ищем такие тройки целых чисел положительных, ну, натуральных чисел, которые взаимопростые, и у которых А плюс Б равно С. И при этом мы проверяем, верно ли, что С больше, чем радикал А, В, С, то есть произведение простых входящих разложений А, В, С, в степени какой? 1.001, 1 плюс Эпсилон, да, 1.001. Вот, и вот оказывается, что во всем бесконечном ряду натуральных чисел, да, во всем, вот, во всем этом деле, да, нашим, чем занимаются математики? Изучением натуральных чисел, так если, ну, если так вот, как называется, по-чесноку, да, чем мы занимаемся. Кроникер сказал, Бог создал натуральные числа, остальное дело рук человеческих. Вот это в каком-то смысле так и есть. Мы занимаемся изучением этого сложнейшего объекта, натуральные числа. Так вот, во всем ряду натуральных чисел можно повыдергать только конечное множество таких вот ситуаций, вида А плюс Б равно С, чтобы С оказалось больше, чем радикал в степени 1.001. Ну, хочется что сделать? Хочется, однако, чего-то большего. Зачем мне эти епсилоны? А можно просто утверждать, что в бесконечном ряду натуральных чисел всего лишь конечное количество троек А, Б, С, таких, что А плюс Б равно С, и С просто больше радикала А, Б, С. Ну, что думаете? Не-е-е, это неверно. Существует целая серия. Даже перед вами скромный автор одной из серий стоит. Но это, знаете, такой спорт. Как это там бывает, кто там прыгнет вверх, не знаю, кто-то прыгнет вбок, чуть-чуть сдвинулся, чуть-чуть выше прыгнул, чуть-чуть дальше. Такая спортивная игра. Никакие серьезные журналы, к сожалению, этим не заинтересовываются. Но сотни тысяч людей занимаются поиском каких-то красиво устроенных троек чисел А, Б, С, таких, что С больше радикала. Вообще тройкой А, Б, С называется вот эта вот зачеркнутая мной ситуация. Вот тройкой А, Б, С называются три числа, такие, что сумма двух равна третьему, и третья больше, чем радикал произведения всех трех. Ну и кто придумает мне первую тройку А, Б, С? Вот первую, самую маленькую. Это так, ну подумайте пока, кто первый сочинит. Ну а вот, значит, соответственно, на самом деле, когда С больше просто радикала, это бесконечное количество. Это много разных серий, очень красиво устроенных. А вот как только я ставлю сюда один плюс эпсилон, то вроде как есть очень много доводов в пользу того, что это верно. Но, внимание, это не доказано, не доказано. Никто не знает доказательства этого факта. Некто Мошизуки в 13-м году объявил, что у него доказательства есть. Спустя несколько лет за него серьезно взялись. И филцевский лауреат Питер Шольц со своим коллегой, с автором, нашли серьезную неустранимую ошибку доказательства Мошизуки. Ну вот на сегодня как бы эта гипотеза открыта. Ну что, кто-то придумал тройку АБЦ первую? 1, 3, 4? Нет, потому что 4 меньше 6. У 1, 3, 4, вот радикал произведения, радикал, да? Радикал 12, это 6. И 4 меньше 6, а нужно, чтобы было больше. Чуть-чуть дальше надо. А? Сумма должна быть равна. 1, чуть-чуть, ну чуть-чуть от этого осталось. Вот если это 9, а это 1, то это что? Конечно. 1 плюс 8 равно 9. Это первая тройка АБЦ. Потому что радикал числа 72 равен 6, и 9 больше, чем 6. Вот вам пример. А я, на самом деле, еще до этого один пример привел. 11 квадрат плюс 2 квадрат равно 5 в кубе. Тройка АБЦ. Потому что 5 в кубе – это 125, а дважды 5 в 11 – это 110. Это меньше, чем 125. То есть иногда бывает, наверное, самое яркое из первых, которые угадываются сразу, выглядит так. 5 в кубе плюс 3 равно 2 в седьмой. 125 плюс 3 равно 128. Там радикал равен 30, а число 128. То есть уже как бы прям сильно больше. И на самом деле он растет. Отношение между С и радикалом может уходить в бесконечность. Но вот если я в такой формулировке через степень, то вот это вот пока не опровергнуто, что конечное число. Ну и вот это вот такой поиск, да, поиск тройка АБЦ. АБЦ – это такой процесс, которым занято несколько сот тысяч человек на Земле. И там привлекаются самые удивительные методы современной математики. Прям буквально все разделы. И это прям очень красиво, реально. Но этим надо жить. То есть если эта деятельность заразит, это прям тогда… Ваша жизнь, она заиграет новыми красками. Вы каждый день будете вставать, да, за окном какая-то хмарь, осень, идет дождь, а вы ищете тройку АБЦ. Понимаете, да, потом вышло солнце, вы вышли на улицу, с тетрадкой сели на лавку, на вас какая-то собака лает, да, вы ищете новой серии тройка АБЦ. Вот, да, вас жена за хлебом послала, а вы по пути ищете тройки АБЦ, и мимо булочной промахнулись. Ну и так далее, да, но это я так, я уже шучу. Да, да, вот точно прям, вот очень точные слова. Так, ну и давайте я хочу рассказать, я так вышла, на самом деле никогда не выходит, что план, который у меня был на лекцию, исполняется, он всегда полностью корректируется и переписывается. Вот мы с вами познакомились с интересными методами в теории чисел, мы познакомились с решением задачи о пихогоровых тройках, мы познакомились с великой сериями фирма А, с гипотезой АБЦ. Но я же обещал все-таки в названии великие задачи как решенные, так и нет. Значит, мне нужно предъявить вам какое-нибудь нерешенное. Ну, АБЦ, конечно, я предъявил, но давайте я приведу ту, которая уже 2500 лет нерешена. Что это тут произошло? Я хотел уже 2500 лет. Вот. И выглядит она... Мою мать, извиняюсь. Вот, как это, цифровые помощники, они, как сказать, они, да, они заставляют человека ругаться матом. Это совершенно ужасно и неприятно, и душе неполезно. Ну, вот. Так вот, давайте выпишем простые числа подряд все. Что дальше? Дальше. Хором. 29 пропустили. 31, 37, 41. Точно. Да. Как хорошо помнить. 59. Ну и хватит. Теперь смотрите. Хоба, хоба. Ну, эти, как бы, там прям три подряд, но это ладно. Хоба, хоба, хоба. Что это такое? Да, они идут через один. Но два подряд числа простыми могут быть только в одном случае. В каком? 2 и 3, да? Потому что все простые числа, начиная с строки, будут нечетные. Иначе делиться на 2 уже непростая. На всех случаях простое число, это которое делится только на себя и на единицу, да? Среди положительных. Ну, это ладно, я думаю, что все все-таки знают. Вот. Ну и, соответственно, у нас возникает запрет после двойки, запрет на четность. У нас не может быть четности. И, соответственно, у нас минимальное расстояние между соседними и простыми, это, конечно, 2, начиная с вот этого места, n равно 3. Ну, вот как этот запрет? Он как бы, вот это минимальное расстояние 2. 2, оно, когда я буду идти дальше, вот по натуральному ряду, так и будет 2 время от времени появляться? Или в какой-то момент можно будет сказать, все, баста! Вот было k, вот было k плюс 2, оба были простые, p, p плюс 2. А вот дальше уже никогда так не будет, никогда. Вот если есть простое, то следующее, начиная с p плюс 4. 4, это гипотеза Евклида. Гипотеза Евклида. Это нерешенная, нерешенная задача, школьная задача математики. Доказать, либо опровергнуть, что простых близнецов бесконечно много. То есть, либо вы должны провести какое-то, ну, очень интересное, витиеватое рассуждение, из которого бы следовало, что вот, ну, начиная с какого-то, может быть, безумно большого числа, не знаю, там 10 степеней, 10 степеней, 10 несколько раз, да, уже точно не будут они стоять через одно. Либо вы, наоборот, там, например, доказываете с помощью какой-то конструкции, что их будет бесконечно много. Как в самих простых есть конструкции, да, которые устанавливают, что простых самих бесконечно много. Вот может быть, какая-то такая же похожая конструкция есть и для простых близнецов. Никто не знает, это нерешенная задача. А что математики делают с нерешенными задачами? А? А если нерешается, то что делают? Упрощают. Правильно, они их упрощают. Так, а как можно было упростить? Давайте подумаем, как можно упростить. Ну, вот я бы, например, упростил так. Если мы не можем понять, через два бесконечно или нет. Давайте поставим задачу через четыре. Вот, может быть, можно, например, ну, как бы можно было бы утверждать, скажем, что бесконечно количество простых соседних расстояния, между которыми, ну, не превосходит четыре, да? Это проще. Ну, просто чисто логически это проще, чем то, что не превосходит два. Если уж бесконечное количество близнецов, то тем более бесконечное количество пар простых соседей, которых расстояние меньше, не больше, чем четыре. Но, строго говоря, может быть, мы могли бы доказать вот это, а это не умеем. Вполне возможно, да? То есть мы ее как-то упрощаем. А дальнейшее упрощение какое будет? Шесть, восемь и так далее. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть, да? Восемь. Ну и, так сказать, как бы это можно было сформулировать? Вот так. Вот я беру трафарет. Трафарет определенной длины, скажем, тысяча. Ставлю его с начала натурального ряда. Он закрывает меня от единицы до тысячи один, да? Ну, плюс-минус, не ладно, тысяча-тысяча один. Значит, начинаем двигать его направо. Ну, вначале в нем внутри очень много простых чисел, естественно, да? Там, по первой. Но потом они начинают редеть. Почему, кстати, они начинают редеть? Почему простые числа начинают редеть? И как именно они редеют? Это отдельный вопрос. Вот, скажем, взяли вы компьютер, загрузили в нем такой запрос. Простые числа в районе числа миллиард. Вам компьютер немедленно выдает там простыню этих простых чисел. Ну, как правило, вы увидели в ней кучу простых близнецов, в том числе. Но суть не в том. Вопрос, сколько их будет? Вот, например, если я отступлю от миллиарда вниз на миллион и вверх на миллион, да? Или, давайте так, вниз 500 тысяч и вверх 500 тысяч. То есть я взял промежуток натурального ряда длиной миллион, примерно там центрированные или точно центрированные миллиарды. В числе миллиард. Вот я до этого миллиард у меня чисел, я дошел до миллиарда, отступил влево-вправо на миллион. Ой, влево-вправо на 500 тысяч. Получилось, значит, отрезать длиной миллион. Вот ваше мнение, сколько простых чисел там будет зафиксировано? Примерно. Ну, вот давайте там, скажем, такие градации поставим, да? Там меньше 50. От 50 до 200. От 200 до 1000. От 1000 до 5000. Так, от 5000 там до, ну, 20000, допустим, да? Ну, и больше 20000. Так, вот давайте голосовать. Поднимите руку, кто считает, что в диапазоне длиной миллион в районе числа миллиард будет меньше 50 простых чисел. Кто так считает? Так, спасибо. А? В первом из них. А, в диапазоне от миллиард минус 500 тысяч до миллиард плюс 500 тысяч. То есть вот в этом вот, как бы, мы смотрим на числа, размер которых примерно миллиард, и при этом подряд миллион берем. Значит, первый вариант, чтобы меньше 50. Так, за него проголосовало там, ну, несколько человек было. Так, 500-200. Угу, так. Отлично, тут уже чуть не половина народа, да, так считает? Так, кто готов поставить на 200-1000? Так, несколько человек тоже есть. Так, ну, там, давайте, допустим, здесь 5 человек, здесь было человек 40, наверное, здесь, может быть, 10. Так, кто ставит на 1000-5 тысяч? Один человек. Кто ставит на 5000-20 тысяч? Три человека. И кто готов поставить, что больше 20 тысяч? И еще человек 6. А теперь, пожалуйста, поднимите руки те, кто знает, что такое асимптотический закон распределения простых чисел и в чем он заключается. О! А я думал, это будут как раз те последние, которые подняли руки сейчас. Значит, теперь открываю секрет. Правильный ответ вот этот. Значит, их очень-очень много. Но, вот, понимаете, вот это как я, вот сейчас я занимался манипулированием. Я бы мог здесь поставить меньше 500, здесь там от 500 до 2000, тут там, не знаю, до 50 тысяч, тут до 100 тысяч, и дальше больше 100 тысяч, да? Ну, и, скорее всего, тогда гораздо больше бы людей попало в правильный интервал, потому что он бы был засунуть внутрь вот этих, да? Я специально так намеренно сделал, что правильный ответ в самом-самом последнем интервале, вот. И, так сказать, я думал, что те, кто вот здесь написали, просто знают закон. А закон, асимптотический закон распределения простых чисел, это исключительно красивое утверждение, оно заключается в следующем. Тут я уже, ну, как бы, я могу, опять же, я могу привести щадяще или могу привести жестко. Щадяще. Так, щадяще, она выглядит так. В районе, в районе натурального числа N, большое, каждое, ну, примерно каждое, примерно каждое логарифм натуральный N на E число простое. Это вот такая мягкая формулировка. То есть, имейте в виду, что, ну, видите, тут приходится использовать концепцию логарифма натурального. Ну, логарифм натуральный, это когда мы берем число E. Кто знает число E? 2 и 7 с лишним, да? Ну, хорошо, давайте заменим просто на 2. Вот логарифм, заменим на логарифм двоичный. Ну, там не сильная будет разница. Значит, что такое логарифм двоичный? Это сколько раз я должен двойку умножить на себя или в какую степень я должен умножить двойку, чтобы получить N? Ну, приблизительно. И вот оказывается, что чтобы понять, какая плотность простых чисел в районе натурального числа какого-то N, нужно решить уравнение вот этого 2 и 7, 2 и 7 в степени K равно наше число N. Вот решить это уравнение, да? То есть найти такое K, в которое надо возвести 2,7, ну, я условно говорю E, да, пусть будет 2,7. Вот возвести это число, чтобы получить N. Вот когда я дошел до числа N, я говорю, круто, но вот примерно стойка будет простых. То есть примерно каждое такое будет простым. Ну, вот, например, в какую степень надо возвести 2,7, чтобы получить миллиард? Ну, на вскидку. Так, если очень примерно. Ну, да, что-то порядка. Ну, на самом деле, я бы сказал так, K равно примерно 20. Да, примерно, да, примерно 20. Да. Да, миллион это 2 в 30. Миллион 2 в 20, миллиард 2 в 30. Ну, а так как это не 2, а 2,7, ну, там на самом деле получается 20 примерно. То есть получается, что каждое 20 число здесь простое. Это очень много. Ууу, это прям дофига, да? То есть кажется странным, что в районе миллиарда каждое 20 будет простым. Потому что простое число не делится ни на какое из предыдущих, кроме единицы, да? Такое вроде бы жесткое условие, а вот оказывается, что они часто встречаются. Ну, вот часто да не очень. То есть дальше, если я пойду, то они будут все реже и реже, потому что логарифм-то растет. Медленно, медленно, но все-таки растет бесконечность. Поэтому если я залезу, извините, в натуральный ряд, там, где находится е в степени миллиард, вообразить это невозможно. Фейнман вообще полагает, что таких чисел не существует, их придумали сумасшедшие математики, чтобы пугать друг друга. Для Фейнмана есть диапазон чисел 10 минус 33-10 в 45-й. Все. Ну, вот это все математические выдумки для него. То есть он говорит, просто ничего. Физического смысла числа вне диапазона 10 минус 33-й и 10 плюс 45-й не имеют. Все. Он считает, что их как бы нет. Но мы-то математически можем выдумать, что хотим, правильно? Ну, вот взял и написал такое число. Оно же есть? Есть. Можно же е умножить на себя миллиард раз? Можно умножить. Почему же нельзя? Все можно. Математически можно все. Вот вы что-то выдумали, и это уже существует. Это очень хорошая наука. Ты как бы сам ее творишь. Вот что-то построил конструкцию, она уже все есть. Какой-то спор там есть легал своего числа. Комплексные числа, кватернеоны. Ну, есть. Мы же их выдумали. Значит, они уже есть. Значит, вот, соответственно. Да? А, ну, как можно ввести положительное число, что было отрицательное? Нет, это уже комплексный анализ пошел. Это же не все другое, да. Нет, вот есть, но комплексный. Вот, в общем, смотрите. Такое число есть. В районе этого числа лишь каждое миллиардное будет простым. То есть, следующее простое, придется ждать миллиард шагов. Вот, когда вы залезли в эту точку натурального ряда, да? Там очень мало простых. Прям очень-очень мало. Это называется асимптотический закон распределения простых чисел. Жесткая формулировка звучит так. Опять же, прошу прощения. Ну, вот, как зовут? Нет, девушка. Вот Ольге понравится. Значит, звучит оно так. Предел. При n стремится к бесконечности. Pn – это n-ное по порядку простое число. То есть, я беру первое простое число – это 2, второе – 3, третье – 5, четвертое – 7. Ну, и вот дохожу до n-ного. Делю его на n и на логарифм n заодно. Ну, и что я тут напишу? Угадаем? Просто 1. То есть, иными словами, существует предел, существует предел отношения n-ного простого числа к числу n умножить на логарифм n. То есть, ага. Отлично! Я ждал этого вопроса от кого-нибудь! Я ждал этого вопроса! Какие же братья-близнецы, да? Сейчас объясню. Дело в том, что от того, что в районе какого-то там сверхогромного числа я чуть-чуть следующее к нему подвинул и отодвинул, этот предел меняется настолько мало, что это совершенно… То есть, в принципе, теоретически это совершенно не противоречит исходной гипотезе. Но, ты совершенно прав. Значит, когда этот… Как это все… Давайте с самого начала. Что происходило? Во-первых, что здесь написано? Здесь написано, что отношение n-ного простого числа к числу n умножить на логарифм n, который можно почитать, вот это отношение, оно все ближе и ближе к единице. То есть, оно, конечно, скачет, скачет, но оно все меньше и меньше скачет, все ближе и ближе. Для любого эпсилона можно попасть, заведомо попасть в интервал от 1 плюс эпсилон до 1 минус эпсилон, беря достаточно далеко от начала простые числа. То есть, это отношение стабилизируется в любом маленьком, сколь угодно маленьком интервале вокруг единицы. Это означает предельный переход. Значит, это утверждение имеет очень длинную историю. Его придумал кто? Карл Фридрих Гаусс. Он его написал. Но доказать это невозможно было. Той техникой, которую владел Гаусс, это было невозможно доказать. Просто такой математики еще не существовало. Однако, в 1852 году произошел революционный момент, когда это отношение, которое я выписал, один очень крутой математик доказал, что начиная с какого-то N, вот это отношение между, грубо говоря, 1 и 2 и 0 и 8. Ну, то есть, вот первая информация, что это отношение, оно может быть в пределе еще как бы непонятно, что равно единицы, но оно зажато в некоторые совершенно конкретные рамки и уже из них не вылезет. Имя этого математика Пафнутий Львович Чебышев. И у вас он там где-то изображен. Я, где писал подкаст сейчас, да, с вами, там Чебышев был на стене. Чебышеву была шикарная лекция, он однажды просто шикарная лекция, он написал математика для раскрощиков одежды и для швей, и портных. И туда пришло, значит, это было в 19 век, да, там пришло тысяча женщин, домохозяек, слушать великого математика про, ну, понимаете, да, светило математики, будет рассказывать про то, как шить костюмы. И первые слова Пафнутия Львовича были такие. Но для простоты будем считать форму человеческого тела, совпадающей с шаром. Такая история была. Ну, зал, конечно, постепенно опустел. Вот, но, значит, тем не менее, Пафнутия Львович, он был совершенно гениальным математиком. Ну, это вроде байка, но, не знаю, короче, в интернете это ходит как байка. Может, правда, может, нет. Но вот это не байка, это правда. Он первый получил эту оценку, и престарелый Гаусс совершенно от этого офигел, от этой оценки. Он еще был жив в этот момент, уже очень-очень старенький Гаусс. Он увидел подтверждение своей гипотезы, но до полного доказательства Гаусс не дожил. Полное доказательство в 1891 году получили два француза, независимые друг от друга, Жак Адамар и Валя-Пуссен, не помню, как зовут, в разных частях Франции. Вот, то есть был доказан вот этот вот закон, и из этого закона, конечно, ну, как вот правильно, было замечено из зала, какие нафиг близнецы. Если закон-то говорит, что простые числа все-таки разбегаются друг от друга, разбегаются и разбегаются. И поэтому на тот момент выступили со смелой гипотезой антиевклида, такой антиевклид. Евклид предположил, что бесконечно много простых близнецов, а антиевклид, антиевклид предположил, что просто предел расстояния между соседними простыми, прием стремиться к бесконечности, равен бесконечности. То есть не только простые близнецы исчезнут, исчезнут и те простые, которые идут через четыре. А если долго жить в натуральном ряду, то и те, которые через шесть. А если еще пожить, там до десять степени десять степени, десять и так миллиард раз, например, то исчезнут и через восемь. А если еще, 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 то и через девянадцать и так далее. То есть расстояние между соседними медленно, ужасно медленно, но неумолимо идет в бесконечность. И кажется, что эта гипотеза гораздо лучше. Где человек, который задал этот вопрос? А, да. Правда, эта гипотеза гораздо лучше увязывается со синтетическим законом распределения простых чисел. она его дополнительно подтверждает. Она его усиливает наконец, да? Ну, не то, что усиливает, нет, там конкретно совершенно говорится про рост как логарифм. А здесь просто про то, что они разбегаются. Ну и вот, чем я хочу завершить сегодняшнюю лекцию. Неожиданным сообщением в 2013 году. В 2013 году. В 2013 году. То есть, прямо вот сейчас. Прямо сейчас. Понимаете, что такое в рамках трехтысячелетней истории математики 2013 год. Эта гипотеза была опровержена. Вдумайтесь. Вдумайтесь хотя бы, что это означает. Как там 20-страничная статья с методами Виноградова тригонометрических сумм. Не очень сложная, но я пока не смогу разобрать еще пока. Не дорос я интеллектуально до разбора. Но она не очень. Говорят, что она не безумно сложная. Доказал это, опроверг ее Итан Джанг. Итан Джанг. Но у нас где-то начиная с 80-х годов пошли великие китайские ученые. И, конечно, это будет только усугубляться. Ситуация. Но вот один из них гениальнейший китайский ученый, работающий, правда, в США. А сейчас, не знаю, кстати, может, сейчас уже и не в США. Но, по крайней мере, на тот момент работал в США. Он опроверг это утверждение антиэвклик. Это не значит, что он доказал гипотезу Эвклида, как вы догадываетесь. Но это значит, что он доказал, что соседние простые бесконечное количество раз будут находиться ближе, чем некоторое какое-то расстояние. Понятно, да, идея? Что значит, что они не разбегаются в бесконечность? Что значит, что не равен предел бесконечности? Это означает, что существует такая константа, что два соседних простых бесконечное количество раз будут ближе, чем эта константа. То есть, в точности, что одна из гипотез более слабых, чем гипотеза Эвклида, будет верной. Ну и остался вопрос, вы меня спросите, а константа-то какая, да? Какая константа? Ну, у Итана Джанга эта константа была 70 миллионов, это на самом деле полная фигня. Ну, вы согласитесь, да? Представьте себе два числа, каждой длины в цифрах, как от нас до Луны, да? Вот представьте, размер чисел, да? Просто представьте на секунду, размер вот Е в степени миллиард, да? Вот такие числа, и вот там, начиная от Е в степени миллиард и дальше в натуральном ряду, найдутся два простых числа на расстоянии меньше 70 миллионов, то есть последние несколько цифр различаются, вот столько, да? Они имеют длину от Земли до Луны, и вот последние там семь цифр у них или восемь различаются. Всегда найдутся, всегда, и дальше, и дальше, и дальше, всегда. Вот для него эта константа была 70 тысяч, она немедленно была названа константой Джанга, ой, 70 миллионов, прошу прощения, значит, это была названа константой Джанга, J, и впоследствии ее опускали, 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 и к концу 2013 года уже она была равна 246, ни миллионов, ни тысяч, а просто. Итого, что мы знаем на сегодня, гораздо больше, чем 10 лет назад, чем 11 лет назад, мы знаем, что в бесконечном натуральном ряду бесконечное количество раз соседние простые будут ближе, чем 246, то есть P, а следующее меньше, чем P плюс 246, следующие простые. Ну, как бы, это что-то невероятное, на мой взгляд, это совершенно невероятно, и, конечно, это, ну, теперь все, в общем, опять верят, что, на самом деле, константа Джанга равна 2, то есть верна исходная гипоидзе заявкли, но дальнейших продвижений вроде как не было, надо смотреть, там есть полимат, всякие проекты полимат, где вот еще раз движение, это было в конце 13-го года, по-моему, сильно она не менялась, если бы она сильно изменилась, скорее всего, мне бы сообщили. Когда происходит, в силу моей вот этой вот как бы позиции, популяризатора математики, мне всегда сообщают, когда что-то случается такое супер важное, мне всегда сообщают, причем обычно как это бывает, вот когда там хроматическое число, но сейчас уже не успеем, в общем, когда был прорыв в хроматическом числе плоскости, я встал утром и получил примерно 12, кажется, писем из разных мест о том, что доказано, что хроматическое число плоскости больше 4, не меньше 5. То есть это сразу куча народа мне пишет, поэтому, скорее всего, если бы там был какой-то существенный прорыв дальнейший, то я бы узнал. Но вот до гипотезы Эффлида, без самой старой гипотезы математики, пока еще все-таки далеко, но, видите, уже не так далеко, как было. Вот так вот мы и живем, дорогие друзья. Это смысл жизни для математиков, а для меня смысл жизни в том, чтобы ездить по всей стране и всем это рассказывать. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова